Друзья, мы продолжаем программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Игорь, мы празднов приветствуем вас и вашего гостя. Можно продолжать, и у нас есть телефонный звонок. Да, попробуем его принять. Слушаем вас. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Я лежу за сборной в Германии аж в середине 60-х годов, когда там блистали и Герд Мюллер, и Бекенбаур, и Хернес, применение и так далее. Но тогда сборная была почти что вступаться на немецкой. Но в последнее время выступали Ливандовские, Тулки, которые гордились своим президентом Эрдоганом. И в связи с тем, что население все-таки меняется, и немцы не рождаются, как это отразится в качественном отношении к железной машине, как сборной Германии? Спасибо. Спасибо. Я только скажу пару слов. Я тоже за футболом слежу. Ливандовский вообще-то с сборной Польши играет, если мы говорим про сборную. Саш, пожалуйста. Да, вы правы. К сожалению, вы правы. И это касается не только сборной Германии. Посмотрите на сборную Франции. Там вообще ни одного француза нет, потому что этот, господи, вылетел из головы, но он португалец. Там одни ребята, как из Африки. Англия такая же ситуация, Голландия наполовину. Там эти, кто даже чернокожие, большей частью все-таки родились в той же Франции, но это уже другая, да? Это другой расовый состав, но это неизбежно, это понятно. Ну, тренеры. От тренеров многое зависит. Ну, от тренеров. Но дело в том, что все равно выбирают сборную не по каким-то признакам национальным, расовым и еще, а выбирают тех, кто лучше играет. И если они играют, в данном случае, ну, я помню, если говорить о футболе, ты не сильно большой поклонник того же Азила, но и мы тут с тобой совпадаем. И то, что его за борт сборной, в общем-то, выбросили, то это не есть плохо, а тем более выбросили за вполне осознанный политический акт, который недопустим для немецкого поданного, скажем так. Что касается Азила, ну, он чувствует себя турком. Он хочет быть турком. Хотя здесь местные турки говорят, что он не турок, а курд. Ну, это ладно. Ну, и играя за сборную Турции. Или этот самый, не Ливандовский, а, как же его? Подольский. Подольский, Подольский. Подольский. Вот он стоял с тисцом губы, когда исполнялся германский гимн. Ну, играя за сборную Польши. Ну, во-первых, он приехал сюда каким образом? Он попросился в политическое убежище. Азюль. Азюль попросил. Ему дали и предоставили. И Азюль предоставили. И этого Азюль воспитали. Дали возможность играть и все прочее. Ну, ты все равно себя чувствуешь поляком. Прекрасно. Играй за сборную Польши. Ну, понятно. Ну, кстати говоря, мы же видим сейчас интересную штуку, что в российскую сборную попали немцы, которые вроде как в свое время уехали оттуда. Немцы. Их родители. Они попали не только. Они и в сборную Казахстана, сборную Азербайджана. Их разбирают по всем командам. И я, будешь смеяться, тут составил сборную российских немцев по футболу. Да. И набрал в нее где-то около 25 игроков, которые выступают в первой лиге германского футбола, во второй лиге английского, в первой итальянского и так далее по всему миру. В общем, некогда сделанная реформа, она дает о себе знать. О ней, если кто футболом увлекается, читали. Ладно, давай-ка мы перейдем к следующему. Я все-таки хотел, чтобы ты несколько слов рассказал о своей новой книге. Уже раз мы говорим о культуре, спорте, но нельзя не упомянуть литературу, которой ты активно занимаешься последние годы. И у меня на полке не одна твоя книга стоит. И я с удовольствием читаю не только какие-то серьезные вещи о немцах, которые жили в свое время в Советском Союзе, но и разные иные истории. У нас есть сейчас звонок, мы примем, а потом ты... У нас ушел сейчас звонок, поэтому можем пока продолжить и затем примем. Значит, это в конце мая выходит у меня десятая книга. Называется она «Кружка Грааля». Кружка Грааля какая-то подзаголовок тоже очень хороший, но забыл какой, неважно. Нормально, для автора это замечательно. Пусть редактор думает. Для моего возраста это нормально. Это сборник прозы впервые, там нет, но не художественная проза. Почему не художественная проза? Потому что там все правда, все о людях. А что такое «Кружка Грааля»? Не путайте, пожалуйста, с «Чашей Грааля». Это «Кружка Грааля». Дело вот в чем, что я решил рассказать о своих коллегах, которые меня, мягко выражаясь, не очень любят. Они не любят меня в Узбекистане, не любят меня в Германии, мои коллеги. Почему? Потому что у меня выходят книжки, я пишу статьи, у меня выходит масса там всяких репортажей. Я пишу обо всем и всюду. А они просто гении и сидят и ждут, когда же к ним прилетит этот какой-то ангел и скажет «О, Федя, ты же гений, дай мне свою рукопись». Нет, я не жду, я до сих пор стучусь. И к тебе, Игорь, тоже. Так вот, «Кружка Грааля» – это рассказ совершенно правдивый. Но по понятным причинам имена героев я там заменил. И вот одному писателю, живущему в Берлине, исполнялось 80 лет. Все точно. И он звонит своему литературному секретарю и говорит «Слушай, Шурупун, его зовут Шурхен, Шурупун, я решил отметить свое 80-летие не как-нибудь, а в Пуфе». То есть в доме свидания, ну в борделе. Почему? По-немецки Пуф, но в борделе. А я никогда не был в борделе. 80 лет, а в борделе не было. И вот они, значит, едут в этот бордель, он входит туда, отмечают, он выходит, а туда же лезет этот секретарь, он секретаря выгоняет, говорит «Рано тебе еще сюда?» Молодой, ну там где-то 50, молодой. Ну тут пошел, ему жена дала задание купить что-то в магазине, он пошел в магазин. Он выскакивает. Нет. И он разъяренный прыгает в автобус и уехал. Вы знаете, он опаздывает на свой день рождения, там все собираются. И приезжают писатели и политики из России. Приезжает, прибывает группа еврейских писателей. Прибывает группа писателей российских немцев. Уже масса кого. Но всех их привлекает не его юбилей и не он, а та волшебная кружка, которой он владеет. А кружка действительно волшебная. И это пошла молва среди писателей. И они узнали, что он хорошо издается и хорошо зарабатывает по той причине, что у него волшебная кружка. Вот он из нее выпьет. И готова. И даже, как там говорили завистники, из поролоновых матрасов летели куриные перья. В момент его любовных утех. А из-под пера выходили необыкновенные строки. И вот они все набились туда и думают, как бы завладеть этой кружкой. Они ее не видели, но знают, что есть. А кружка у него действительно была. Дело в том, что он жил во Фрунзе. Рядом с Фрунзе озеро Иссыкуль. А на берегу озера Иссыкуль, о чем мало кто знает, был армянский монастырь. Христианский. Это факт документальный. Но он где-то в 14 веке или 15, сейчас не помню, рухнул, был землетрясение, ушел под воду. А туда армяне прибежали из Малой Азии, где их ялычары там резали, еще что-то с ними делали. И они привезли всякие реликвии. И в том числе, по легенде, они привезли туда кружку, которая последний ужин создателя была на его столе. И он эту кружку извлек. Я же не буду вам рассказывать, это только повесть. А там у меня еще и рассказы. Понимаю, но ты просто идешь в тренде с этой кружкой, потому что один безызвестный писатель из славной Британии сделал миллионы на своем бестселлере. И более того, эти фильмы с нашим актером по фамилии Хэнкс. Ты все знаешь, о чем я говорю. Или у тебя все-таки твоя кружка более реальная, чем кружка? Она более реальная, но я с отраганием жду, потому что там ведь я все правду рассказываю, описываю. А он-то все придумал, а у тебя чистая правда, я так понимаю. А у меня правда, и в этом кошмар, весь кошмар в этом, что все правда. И когда я поставил точку, я вдруг с ужасом понял, что единственный положительный герой, это у меня вот этот главный герой. А все остальные не очень положительные. Не очень, да? Не очень. Ну, они же, видишь, у их, когда людей точит зависть, условно говоря, и желание завладеть чужим, то они не могут быть положительными. А он лишен этого. Ему не надо от них никаких кружек, ни пивных, ни иных. То есть получается, что он действительно у тебя пушистый, как говорится. Ну, ладно, мы не будем рассказывать. Кстати говоря, если кто-то захочет впоследствии с этой книжкой ознакомиться, почитать, заказать, то вы найдете на сайте континента медиагруппу, сайт называется continentusa.com, всю информацию, потому что мало того, что на нашем еще одном сайте, который литературный, n-continent, то есть новый континент, тоже .com, мы нередко печатаем произведения моего сегодняшнего гостя. Две главы дадим. И там наверняка будет информация, когда уже книга у тебя будет на руках, а значит она будет и у издательства для реализации, то мы сообщим, где и как что можно достать. Правильно я излагаю? Да. Кстати, два слова, если позволишь, чтобы у меня еще есть рассказ с футбольной немножко тематикой Борис Ирамарио. А ты же публиковал его. Я публиковал, более того, он войдет в первый бумажный выпуск нашего литературного альманаха. И вот, и именно, ну там да, там можно сказать, что с футбольной, хотя это... Главный герой, я, он живой, это мой приятель. Я его описал, ну, с точностью до морщинки. Ну, чтоб ты просто представлял. И я все-таки заметил ему фамилию. Он так обиделся и говорит, а почему не моя фамилия? Я говорю, Боря, ну, родной, ну, 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 там такие эпизоды, как тебе пьяного подобрала, там женщина погрузила в санки, повезла домой. Ты проснулся и спросил, где я, с кем я. И ты лежал в постели. И не просто в постели, а в постели офицера советской армии. Он же тебя застрелить мог. И он тебе сейчас может застрелить. Он говорит, ты так думаешь? Я говорю, Боря. Но все равно мне бы хотелось быть под своей фамилией, сказал он. Ты представляешь, это вот интересный момент. Иногда тщеславие как и авторов, так и персонажей, я бы сказал, прототипов, оно не имеет никаких границ. То есть, текери со своей ярмаркой может спокойно отдыхать в своем XIX веке, потому что то, что сейчас происходит, порой не подается никакому описанию. Ну, мы, как люди, достаточно много пользующиеся Фейсбуком для вполне определенных каких-то вещей, мы видим, там это происходит немало такого. Ну, я бы еще хотел, чтобы ты немножко рассказал историю, которая мне очень понравилась, об одном болельщике, о символе, я бы сказал, вашей знаменитой Баварии. Значит, я одно время ходил на тренировки Баварии Мюнхен. Любил. А потом, когда появился тренер Пеп Гвардиола, он сделал там нельзя. А то я приходил туда свободно, в любое время, со своим любимым мопцем Борей. Вот. И смотрел тренировки. И там я обратил внимание на одного гражданина, южно-русской наружности, так скажем. Ты понимаешь, да? Да. Вот этот гражданин южно-русской наружности, ну, проще говоря, еврей, он все время, значит, в момент тренировки, вот они тренируются на поле, а он, а там мы сидим, знаете, болельщики смотрим, и беговая дорожка. И он на беговой дорожке бегает. Ну, ему Орлу где-то было лет 45. Ну, за 40. И он там бегает, всякие упражнения делает там, приседает, у него мяч. Футболисты его знают. То есть он повторяет, что они делают или что? Нет. Он еще делает всякие позы. То, все, вот так становится, всяк становится. Я сначала подумал, ну, дурачок, зачем они больного человека тогда выпустили? Ну, потом уже привыкли. Потом я уже спрашиваю, а он, говорит, а он типа талисмана. Вот типа талисмана. Они его, единственное, только на игры не берут в другие города, а здесь он постоянно. И вдруг я беру эту нашу газету «Бильд» однажды, это желтая пресса, и почти на полосу рассказ о нем. Рассказ с фотографиями. Он дома, он там, он сям. Вот. Символ Баварии, все. И тут я иду, а у меня внук ходит в детский сад Баварии и Мюнхен, кстати. Я иду за внуком, встречаю этого горла. Я ему говорю, здравствуйте, вот я хочу с вами познакомиться. Он говорит, по-русски не знакомлюсь. Я говорю, по-немецки что ли? Он говорит, ну, можно, ладно, давайте по-русски, но лучше по-украински. Я говорю, я по-украински не говорю, а почему? Он говорит, а я из Киева. Или из Днепропетровской, ну, шам оттуда. Я говорю, ну, давайте так, я волынский немец. Он говорит, все, с вами тогда буду по-русски. Если вы волынский немец, это уже меняет ситуацию. Понимаешь, мы с ним уже подружились, уже контакт есть. Значит, если я немец в Волыне, это уже хорошо. Понимаешь? Это уже не кацак. Вот мы с ним разговаривали, я ему говорю, ну, вы символ Баварии. Он говорит, нет, я не символ. Я основной иголка. Так. Ну, и так далее в этом же духе. Ну, в этом, я думаю, ну, он действительно очень добрый. Очень хороший. Очень сердечный. Ну, немножко не в себе. Ну, видишь, в этом смысле, какая образцовая толерантность. Человеку немножко не в себе давали возможность там. Да. Так он там постоянно торчит. Его там все знают. Не обращали внимание на его. Нет. Он не мешал игрокам. Нет. Делал свою работу. Он фотограф, к ним приезжают болельщики автобусом, уже из других городов. Они его уже знают. Они с ним фотографируются все. Они пытаются дать ему там пару, ну, два-три евро. Он не берет. Нет. Нет. Он спортсмен. Он идейный. Идейный, да. Он всегда знает, что он основной игрок, да? Да, он основной игрок. Он основной игрок. Он основной игрок. В какой линии он не сказал тебе? Нет. Это я уже до этого, ну, понимаешь. Ну, вот не знаю. Наверное, посмотрим, как. Живет он с мамой. Он сказал, с мамой. Вдвоем они живут. Но на тренировке он ходит. Маму на тренировке он не берет. А, вот так. То есть она вне. 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 Ну, понятно. Ну, хороший человек. Я вот с ним не могу говорить, ну, как-то с улыбкой, с усмешкой. Хороший человек. А просто хороший. Ну, немножко здоровый, но хороший. Ну, с другой стороны, хорошо. Нашел он себе занятие. И никому он не мешает так, чтобы, если бы мешал, наверное, его бы немножечко так. Куда-нибудь. Задвинули. Ну, а ты говоришь, при Пепе его убрали. Да? И вас всех. То есть Пеп не давал на тренировках сидеть? Пеп, понимаешь, он якобы тайные тренировки проводил. А что с такими игроками проводить тайные тренировки? Ничего. Они и без школу знают прекрасно. Как играть и что играть. Видишь, его эпоха прошла. Сейчас, по-моему, тоже недовольны, да, тренером в итоге. Сейчас они, понимаешь, они все валят на Ковача, это нынешний тренер. Но трудно на него валить. Когда Ковач пришел, он хотел взять пять игроков купить. Они не дали ему ни одного. Более того, было продано ряд игроков. И он играет на старом составе. Да, играя с теми, кто есть, как хочешь, так и круто. И вообще немецкий футбол почему забуксовал? Два слова. Потому что у нас есть такая система. Один человек не может или одна фирма не может владеть командой. Ни в коем случае. 51% принадлежит Федерации футбола. И они добиваются, руководство клубов, закрыть это. Закрыть, разрешить, чтобы был один владелец. И он тогда может вкладывать и покупать. Поэтому, хотя официально самая богатая команда мира – это Бавария и Мюнхен. У него нет ни долгов, у него стадион и то, и все. Все. Ну, они проигрывают англичанам. Хотя те в долгах, как в шелках. Ну. Шейхам. Могут ли? Англичанам. И там что ни владелец, то миллиардер, даже клуба средств. Шейхи сплошные. Ну, да. Ну, это не важно, да. Ну, и английский чемпионат – это что-то особенное. Те, кто любит футбол и смотрит, понимают, что в Англии, неважно, откуда человек приехал, из какой страны он, он играет так, как положено играть в той лиге. Иначе он там не удерживается. Ну, вот я болел за Ливерпуль, а с недавних пор, как ты знаешь, я прекратил болеть за эту команду. Я люблю тренера клуба, но не люблю футболиста Салаха. По одной причине. Вот видите, получается, мы с тобой и здесь сошлись, потому что, помимо того, что человек может играть хорошо или плохо, у него должны быть еще чистые мозги и чистые помыслы. Этого нету, когда он выходит с какими-то, опять же, политическими заявлениями, и причем такими, которые, в общем-то, противно слушать, читать и видеть, то, в общем-то, начинаешь каким-то образом переносить свое нелюбовь и негодование по поводу такого футболиста. Ну, ты знаешь, это сложная тема, может быть, когда-нибудь мы ее коснемся отдельно, потому что, извини, у нас из-за того, что многие голливудские те же артисты, уважаемые, талантливые, не откажешь, как только они открыли, условно говоря, рот, то есть не озвучивая роль, а озвучивая свои какие-то взгляды и так далее, они явно потеряли часть аудитории, потому что, ну, по той же причине, почему мы с тобой дружно, скажем, не воспринимаем Ливерпуль и так далее. Да, да. Вот смотри, у нас на стадионе... Десять минут, потому что мы... На кирпичном стадионе все кричат, нет расизму, нет расизму. Ребята, вы это Салаху скажите, а не нам. Ну, кто эту историю не знает, может прочитать, а я тебя благодарю за такой легкий сегодня и веселый разговор, я не знаю, может, только нам оказался таким, рад же, если кто-то послушал, и до новых встреч. Спасибо, дорогой, спасибо. Спасибо.